243 у нас работающих средний возраст у нас довольно молодой 41 реально 900 рублей зарплата да 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 без всяких натяжки у нас никто просто так не получает ты должен пользуясь тем что я тут бываю иногда больше чем где-либо изучить этот опыт и четко положить на стол вот это это чтобы вот такой уровень был и все и ты за два года выйдешь на тысячу рублей в сельском хозяйстве на тысячу рублей зарплаты вот как у него надо подумать о серьезной перспективе которая в барановичах говорил да это северные регионы здесь наверное лазу виноградную не посеешь импортозамещением заниматься не будешь но все равно по импорту мы много чего завозим чем-то надо добавлять в хозяйстве если яблоко сегодня идет вообще на рынке в россии там на юге на севере ну так это же элементарно мы знаем как это делать если там можно производить к это ягоду и это хорошие деньги надо это то есть нужна изюминка в каждом хозяйстве нельзя по старинке работать нельзя это беда надо генерировать не только идеи но уже создавать новое направление развития и где как не ухловском районе это делать потому что его уровень развития уже такой что он должен не просто вспахать посеять комбикорма произвести отдать коровам переработать быков на мясо от коров получить молоко это элементаршина уже про такой базе надо думать что будем как обрабатывать пойму днепра что мы там будем на этой пойме каких баранов овец растить и так далее каждый клочок и новое 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 то что потребуется на рынке в этом суть развития сельского хозяйства в этом суд то сказано у барановича все традиционно работать забыли это должно автоматом работать надо создавать новое технику меняем трактора потихоньку где-то обновляем новые тракторный парк как работает этот трактор я скажу так если механизатор есть толковый и он смотрит за трактором техобслуживание все проглядает вопросу не то что я и говорю любая техника будет работать более-менее если ее обслуживать как следует на таком тракторе должно работать два человека во время на того поставили ну как в этом как самолет пилот пришел сел по прилетел ты уже работал поле на нем в этом году лучше не выходить ну вот возили поле у нас имеется мастерская токарное отделение вот самое главное это токар это самый большой дефицит в поле когда сломалась куда лететь это счастье если есть толковый я здесь постоянно работаю у меня как бы я никуда не еду то есть постоянно у тебя весь месяц одинаково за да ну только зимой зимой как бы сказать чуть меньше то что там меньше как бы сказать ну а летом максимально какая-то ну 700 700 600 ну скажи мне честно вот 700 рублей в деревне получаем можно жить ну если имеешь свое хозяйство свой город вот это большая проблема люди перестали заниматься своим хозяйством это кратча затем утра ли сейчас да вот он сегодня начался и деревне допустим я так иду поедет но заставил порядок правда навести по трое по четверо детей яблони не хотят во дворе посадить вот проблема какая я уже не говорю о том что поросенка держать а про корову так уж и гречи нет а у тебя что куры и все гуси и все пока все значит хватает есть возможность не куда не возить живешь здесь да жилье предоставили жилье до распределения пришел женаты семья ребенок уже на декрете это счастье сколько ты мог бы переварить вот за счет этого этих сушилок есть резервы сколько еще земли мог пол тысячи тысячу гектар вот чтобы занять сто процентов мощности или это это по этим сушилкам до пределами по этим до предел то есть надо уже более высокопроизводительные сами сушилки на будущее да да я думаю если конкретно заниматься мы занимаемся и зерном и скотом да потому что мы постоянно проводим опыты что рапс что зерновые покупаем питомники размножение первого года второго сеем делянками по 5 гектар по 3 это уже отдельно все оставляем прорези и потом убираем и уже у нас на 5 4 года свой материал и спасибо молодцы я конечно верю что в тех тех хозяйствах целым семей не хуже но вот надо надо и ревизировать посмотреть на все эти хозяйства и потому что ругаем ругаем их но есть за что иногда даже надо и спасибо сказать если если есть за что и я вас очень прошу не расслабляйтесь я часто говорю я совсем не хочу работать даже если 80 лет человеку или 90 если он шевелится чё с ним не работает но если не будет результата без обид нет результата надо сейчас можно работать можно я не говорю что нужно ну а если человек не тянет учу гробить остальных спасибо спасибо шок